Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев, это проект Joomla Sensei, 14 урок. Мы с вами продолжаем работать и в этом уроке мы с вами будем добавлять необходимые нам поля для регистрации. То есть, например, вот таких стандартных полей нам недостаточно. Нам нужно, чтобы человек указал там, возможно, какой-то адрес, возможно, дату рождения, возможно, какой-то URL-адрес и так далее. Давайте посмотрим, как это включается. Вы переходите, значит, в админку, переходим в менеджер, расширение, менеджер плагинов. Вот у вас, наверное, будет не так, у вас будет, скорее всего, вот так. То есть, нам нужно сейчас найти выключенный плагин, поэтому мы сортируем по отключенным. Здесь у нас есть ряд родных плагинов, которые шли вместе с Joomla. И нас сейчас интересует вот этот плагин внизу, пользователь профиль называется он. Кликаем сюда и сразу же его включаем и сохраняем. Обновляем страницу регистрации. То есть, смотрите, как я попал на эту страницу, да? То есть, кликну просто по слову регистрация и у нас появляются эти поля. Вот у нас появляется профиль пользователя. Здесь сейчас включены все поля. Конечно же, вам, скорее всего, все будут не нужны. Теперь давайте пройдемся по настройке. Смотрите, вот, например, адрес, адрес я хочу отключить, напротив я кликаю отключить, отключить. Все очень просто. Город, например, я оставляю, но делаю его, то есть, необязательное поле у нас по умолчанию стоит. То есть, необязательное поле, значит, он сможет зарегистрироваться и не заполняя это поле, то есть, по желанию человека. Регион, отключаем, страна, не обязательно, почтовый индекс, мне не нужен, например, телефон, обязательно, например. Там, где обязательно, то рядом с полем будет звездочка. Это, конечно же, понятно, как вот здесь звездочки идут. Веб-сайт, не обязательно, любимая книга, отключаем. Обо мне, отключаем, условия предоставления услуг, отключаем, дата рождения тоже отключаем. Сохраняемся, обновляем страницу и смотрим, что у нас поля все сократились. Город написано, видите, необязательная страна, телефон, обязательное поле, то есть, если он одно это поле не заполнит, а остальные все важные поля заполнит, регистрация не пройдет. Будет вот так подсвечиваться красным, все поля обязательные, которые. Вот таким вот образом, то, что сейчас мы изменили, видите, здесь есть такой заголовок. И у нас еще есть, видите, ряд полей, они идентичны предыдущим. Если я правильно понял, эти поля появляются на странице профиля пользователя. Что за такая страница, сейчас мы с вами попробуем тоже ее сделать. Но прежде, я сейчас зайду как админ, запомнить меня. Вот видите, у меня уже написано, значит, админ, пароль, нажимаю войти. Вот, смотрите, видите, меня перебрасывает профиль. И есть кнопка изменить профиль. Изменить профиль. Изменить свой профиль. Так, это у нас идет основная информация, потом основные настройки и профиль пользователя. Давайте сейчас вот эти попробуем все отключить. Так, я все отключил, нажимаю сохранить и обновляю вот эту страницу. И вы видите, у нас исчез целый параграф, как я и говорил. То есть, целый раздел. То есть, вот этот вот, вторые настройки, вот этого поля профиля пользователя для формы изменения профиля. Как раз таки, это вот на этой странице после входа есть возможность редактировать, добавлять, изменять поля для человека. Если тут вам это не нужно, видите, я сейчас все отключил и их как бы нет. Этих полей, они отключены. Также давайте изменим свой профиль. Видите, у нас подписано Super User. Закрываем здесь. Идем в менеджер пользователей. Вот видите, Super User. Здесь будет находиться список всех зарегистрированных пользователей. Кликаем Super User. И вот здесь вот меняем на свое имя и фамилию, например. Также здесь можно изменить пароль. Его надо повторить еще раз. Изменить email. Назначить группу пользователей. Мы тут Super Administrator. Об этом еще позже поговорим. И нажимаем сохранить. Обновляюсь. Вот еще, кстати, смотрите. Мне совсем не нравятся вот эти вот основные настройки, чтобы видел человек и мог выбирать какой-то язык тут, редактор. Это совсем не нужная для него информация. Вы переходите в менеджер пользователей. Заходим в настройки. И вот здесь есть кнопка у нас по умолчанию включена. Видите? Здесь скрыть. Выбираем. И нажимаем сохранить. Обновляюсь. И вы видите, у нас эти параметры не нужны, да? Они скрылись. Для пользователей показываться это не будет. Чтобы у вас вот здесь сменилось имя на реальные, в этом поле также вводите и нажимаете отправить. Вообще, должно было сработать вот здесь. Сейчас вам покажу то, что мы сейчас с вами только что делали. Я зашел и из админки вот здесь исправил. Но не сработало почему-то. Всегда срабатывало. Но если что, вот здесь можно было изменить профиль и Федор Васильев отправить. Тогда здесь будет Здравствуйте, Федор Васильев. Если здесь нужен Здравствуйте и логин человека. Вот логин видите, админ. То надо идти в менеджер модулей. Менеджер. Вход на сайт. Здесь показать имя или логин. И выбираете. Если я выберу логин, у меня будет показано Здравствуйте, админ. Так, и теперь поговорим о том, что можно здесь сделать в меню вывести страницу и регистрации, страницы профиля. Например, назвать можно будет страницы профиля пользователя. И сделать, чтобы было ее доступно видно для зарегистрированных пользователей. То есть все, кто зайдут просто на сайт, они в меню эту страницу видеть не будут. Смотрите, может быть вам это пригодится. Меню. В майн меню заходим. И создать. Выбрать. Менеджер пользователей. Видите, есть категория. И вот здесь есть такие параметры. Восстановление имя пользователя. Это то же самое, то что вы видели ссылки в модуле. Вот здесь вот восстановление пароля, регистрация. Вот сейчас выход нажму. Вот эти все ссылки, да, их можно вывести в меню. Я выводить их не буду. Здесь и так понятно. Я выведу, например, профиль пользователя. Также можно и регистрацию вывести. И авторизацию на сайте. Кликаем по профиль пользователя. Просто вам покажу, как работают уровни доступа. Так и называем этот пункт меню. Профиль пользователя. И вот здесь вот справа выбираем доступ регистрат. И сохранить. Обновляю страницу. Вы видите, пункт меню не появился, потому что я сейчас как гость. Я авторизуюсь. И у нас появилась, видите, ссылка профиль пользователя. То есть ее видят только зарегистрированные пользователи. То, что им нужно, в принципе. Кликаем профиль пользователя. Это нужно для того, чтобы человеку дать возможность после. Когда там у него будет время, или он захочет внести изменения в свой профиль. Он кликнет на кнопку. И сможет, например, сменить свой пароль. Сменить свой email. И дополнительные поля, которые я отключил, также их можно включить, чтобы они были доступны для редактирования. Также, если вас интересуют другие поля из категории менеджер пользователей, вы можете создать пункты меню и назначить родителя вот этот пункт меню. Чтобы они были как бы под пункты. То есть можно сделать еще и так. В принципе, на этом все. Мы с вами закончили модуль регистрации входа. Посмотрели, какие есть настройки. Конечно же, в сети всевозможное есть изобилие всяких модулей для регистрации входа. Там вообще есть во всплывающем окне авторизация. То есть экран затемняется, всплывает форма. То есть очень много всяких бесплатных модулей красивых, которые могут быть заменены вот этими стандартными. Там много чего есть. Вплоть до такого страницы внутренней, как профиль пользователей, не такой убогий. А там можно и аватар добавить, переписку вести, какие-то всевозможные страницы создавать. Внутренняя переписка между пользователями существует. Это все отдельно можно установить на сайт Joomla. То есть я вас просто готовлю к тому, что не думайте, что здесь вот так вот все скудно и убого. И все на этом закончится. Это все просто база, которую вам нужно знать перед тем, как изучать дальше все это дело. То есть на самом деле здесь можно сделать все намного красивее и мощнее. На этом я заканчиваю этот видео урок. И увидимся в следующем. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с Joomla, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. И я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто впишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова